Всем привет, с вами Артём. Сегодня мы приступаем к нашему новому прохождению. Это будет замечательная, просто потрясающая игра под названием The Banner Saga, сага о знамени. Эта игра является своеобразным инди-проектом, но я бы его инди, конечно, не назвал. Почему его обозвали инди? Просто потому, что игра была создана при помощи средств, собранных на Кикстартере, но понимаете, кем она была собрана, эта сумма? Эта игра была создана выходцами из BioWare, а студия, как вы понимаете, знает толк в приключенческих фантастических играх. И данная игра является пошаговой стратегией, но, скажем так, в отличие... Хотя я даже не знаю, с чем сравнивать, потому что я особо в пошаговой стратегии никогда не играл, играл в героев, но если его даже сравнивать с героями, то The Banner Saga, она очень серьезно будет напирать именно на сюжет, именно на сюжет игры. И, насколько я понял, вообще создателями игры планируется трилогия. Сейчас уже анонсируется вторая часть, ну а перед этим я хотел бы взять, да и пройти первую. Я немножко играл до этого лично для себя, и пройдя, скажем так, поиграв первый часик, я понял, что игра просто потрясающая. Я не знаю, с чем ее даже сравнивать. Хочу сказать то, что в этой игре есть некоторые интересные моменты. То есть, например, если нас будут убивать, если нас будут побеждать в боях, то игра на этом не закончится. Она будет развиваться именно исходя из тех событий, что мы проиграли ту или иную битву. И, по-моему, это очень круто, потому что я прям... Вот этого очень многим играм не хватает, потому что, ну, взял, перезапустился, как будто ничего и не было. А тут развитие сюжета будет и дальше идти. Игра основана отчасти на скандинавских мифах. Это мир... Действие будет разворачиваться в мире, в котором солнце остановилось, и боги покинули эти земли. И сейчас... В общем, здесь у нас будут, как видите, у нас будут люди, у нас будут варлы. Варлы это будут великаны. И там будут еще черные рыцари, про которых я пока что еще ничего не знаю сам. Я более-менее так про игру прочитал, поэтому я немножко в курсе событий того, что здесь да как будет. Будет... В общем, игра будет из себя представлять по большей части мультфильм с пошаговой стратегией, с текстовым квестом. Очень своеобразно, конечно, это все будет выглядеть, но я надеюсь на то, что вам понравится. Я надеюсь на то, что вы сможете... В общем, я надеюсь на то, что эта игра будет достаточно уютной, и нам будет уютно проводить время в этой игре. Итак, хочу сразу вас предупредить о том, что я выставляю высокую сложность. Окей? Окей. Итак, я выставил высокую сложность. На что надо нажать, чтобы выйти? Вот так. Все. То есть, сложность стоит теперь высокая. Отлично. Субтитры включены. Продолжить. Ну что ж, ребята, давайте приступать. Я надеюсь... Кстати, игра, насколько знаю, будет не короткой. Готовьтесь к длинному эпическому приключению. Ну, поехали. Новая игра. История Адеба Нарсага меняется в зависимости от принимаемых вами решений. Изредка вы будете переключаться между главными героями, наблюдая развитие истории с разных перспектив. Боги мертвы. Людям и великанам удалось выжить, благодаря шаткому союзу, который помог им отбросить черных разрушителей, называемых драгами глубоко в северные пустоши. Наступила эпоха развития и торговли. Жизнь продолжается. Вот такая вот очень-очень краткая предыстория. Стоя гейм, собственно, создатели игры. Часть людей, ушедших из BioWare. А эти люди знают, что надо делать. Игра чем-то будет даже напоминать диснеевские мультфильмы 50-х. Мы провели несколько долгих месяцев в дороге. Первые признаки снегопада начались, когда мы подходили к Стрэнду, крупнейшему торговому городу на границе между землями Варлов и людей. Это последнее место сбора податей перед нашим возвращением в столицу. Несколько дней назад солнце просто остановилось в небе, хотя в эти долгие зимние дни никто из нас не может с уверенностью сказать, сколько дней прошло. Кое-кто в караване считает это дурным предзнаменованием. Я не склонен к суевериям, но я и сам буду рад побыстрее закончить годовой сбор. Одинокие путники предупредили нас о разбойниках на Риджхорнской дороге, по которой мы планируем возвращаться домой. Наш капитан, кажется, не теряет спокойствия. Возможно, он тоже рад близкому завершению пути. Мы отдохнем здесь день и зададим вопросы губернатору. Мне вот интересно, а что там за башня вот на заднем плане такая высокая-высокая? Согласитесь, нарисовано просто прям... Действительно напоминает какой-то старый диснеевский приключенческий мультфильм. В жанре фэнтези. Собственно, мы пришли вот таким образом к губернатору. Так, нужно вспоминать управление, потому что играл я в эту игру очень мало, и уже достаточно времени прошло. Так, ну ладно, вы прибыли как раз вовремя. Вождь в красном. Вот он, вождь. И его люди ввязались в бой, который им дорого обойдется. Зажмите кнопку мыши и перетаскивайте мышь, чтобы увидеть окружающую обстановку. Щелкните галочку, чтобы продолжить. Ага, понятно. Окей, не вопрос. Эти портреты показывают порядок ходов слева направо. Ваши союзники синие, враги красные. Теперь ваш черед действует. Ага, вот, понятно. То есть, я так понимаю, вождь будет нас атаковать первым? Ну, ладно. Хорошо. Движение происходит перед действием. Вы уж извините, я сейчас буду это читать, потому что я плохо помню управление, а тут надо с этим делом хорошенько разобраться. Движение происходит перед действием. Это кольцо показывает, что ваш щиторуб активен. Синие клетки вокруг него показывают, куда он может двигаться. Некоторые герои занимают больше клеток, чем остальные. Рогатые союзники – это расы великанов, которые называются варлами. Один варл занимает четыре клетки, в то время как люди занимают одну. Разница в размере может иметь огромное влияние на вашу стратегию. Щелкните клетку, на которую хотите пойти, затем щелкните галочку, чтобы подтвердить. Чтобы поставить щиторубу в позицию для атаки, переместите его сюда. Хорошо, переходим. Чтобы выбрать… Кстати, вот у нас сила воли, по-моему, она у нас заканчивается в случае того, когда мы… Ну, короче, прочитаем еще. Чтобы выбрать целью врага, щелкните клетку, на которой он стоит. Квадраты союзников синие, врагов красные. Выберите целью данного врага, щелкнув его клетку. Вы можете атаковать либо силу врага, либо пробивать его броню. Числа под каждым значком 2,5 обозначают урон, который… 2,5, говорю, 2 и 5. Обозначают урон, который вы нанесете каждому из параметров. Сила является одновременно и здоровьем, и наносимым уроном. Потеряв 2 единицы силы, вы будете наносить на 2 единицы меньше урона. Если сила снизится до нуля, герой гибнет или теряет сознание. Броня уменьшает урон наносимой силе, но броню можно уменьшить атакой пробивания. Пробивая вражескую броню, вы делаете врага более уязвимым для будущих атак. У этого врага осталось только 5 единиц силы, атака силы убьет его. Нажмите кулак, чтобы атаковать его силу, затем подтвердите свой выбор. Так, маленький момент. Сила-то у нас… Я плохо помню, какое у нас… Ну ладно. Да, нам не надо использовать силу воли. Готов. Каждая… Плюс 1 к славе. Хэ-хэй! Готов. Каждое убийство приносит вам славу. В дальнейшем славу можно использовать для улучшения ваших персонажей. После действия ваш ход заканчивается. Следующим ходит враг. Ну это пока что у нас это такой туториал идет, но… Я думаю, его пройти еще раз не помешает. Иначе потом проблемы будут. Так, после действия ваш ход заканчивается. Следующим ходит враг. Ходы всегда идут по очереди, даже если вас меньше, чем врагов. Несмотря на полную силу, вождь не нанесет много урона из-за высокой брони вашего щиторуба. А где у меня броня-то, показывается-то? Здесь что ли? Разве она у меня сейчас высокая? Или стоп, или у меня на самом деле ее 7? И что-то плохо понимаю пока что. Так, ну вот он сделал… Ага, ну ладно. Теперь ход вашего ястреба. Похоже, что он находится слишком далеко от этих врагов, однако все герои могут использовать силу воли для усиления своих действий. Сила воли – ограниченный ресурс, поэтому используйте его с умом. Нажав на золотые клетки, вы можете переместить героя дальше, обычного по цене одной единицы силы воли за одну золотую клетку. Красные пульсирующие клетки под вашими врагами показывают, как близко вам нужно подойти, чтобы войти в зону атаки. Теперь переместите своего ястреба в позицию для атаки. Блин, ну их две целых, ну ладно. Ладно, пока это туториал, окей. Стандартные атаки наносят урон лишь одному врагу, но ваш ястреб обладает специальным навыком, который дает ему уникальное преимущество. Щелкните клетку вашего ястреба, чтобы использовать его навык. Нифига у него брони с жизнью. Суровый мужик. Так. Ураган, да? Это у нас специальная атака. Описание навыка появится в подсказках, размещенных внизу. Навык ураган позволяет ястребу ударить нескольких врагов одним ударом. Выберите врага, после чего подтвердите свой выбор. Давай ударим того, у которого больше жизней. Так, я думаю, мы их быстрее завалим. А то, как бы, с другой стороны, чем их больше, тем проблемнее. Поэтому лучше, наверное... Блин. Не, лучше их сравнять. Потому что это ложная тактика. Если убивать того, у которого меньше всего жизней, остается тот чувак, у которого жизни больше, он просто потом имеет больше шансов тебя добить, уставшего. Поэтому давайте всех выносить сразу. А зачем? А, ну ладно. В любом случае, мы их убили. О, открыто достижение ветра гон. Отлично. Стражникам вождя конец. Когда останется только один враг, включается режим побоище. В режиме побоище каждый герой двигается по очереди. Гарантированное чередование ходов отключается. Взгляните на очередь ходов, чтобы узнать, как изменился порядок. Теперь ваши союзники могут двигаться два раза подряд. Немножко, конечно, я считаю, что это читерство в некоторой степени. Но, ну что ж, пускай будем его валить числом. Если герой не двигался в данный ход, он может отдохнуть и восстановить одну единицу силы воли. Вождь решил отдохнуть в этот ход. Кажется, у вождя неприятности. Ваш щитороб не сможет добить его с помощью обычной атаки. Но вы можете использовать силу воли, чтобы увеличить наносимый урон. Щелкните клетку вождя, чтобы атаковать. Щелкните значок кулака, а затем звезды над кулаком, чтобы добавить к удару силу воли. Количество звезд можно использовать за один ход, определяется параметром вашего героя напряжения. Перевод, честно говоря, не ахти, конечно, выполнен. Тут, либо я что-то не понимаю. Так, количество звезд, которое можно использовать за один ход, определяется параметром вашего героя напряжения. А, вот в каком смысле. Все, понял, понял. Вот не надо было бы им вот так переносить предложение и здесь не делать пробел. Непонятно становится. Сила печатного русского языка. Добавляя силу воли, вы увидите, как цифра урона возрастает. Щелкните звезду, после чего щелкните зеленый знак галочки, чтобы убить этого врага. Ну, хорошо, раз это пока идет обучение, пока мы можем использовать силу воли. Но потом я, конечно, буду ее стараться копить. Победа. Итак, у нас прибавилось пять очков славы. Замечательно. Этот человек был подобен бешеному волку. Как мы дошли до этого? Мы обманываем себя, считая, что мир может быть долгим. Мой дед выстроил этот город из бедной рыбацкой деревушки. Он видел, как умирали боги. Видел последовавший хаос. Видел, как люди и варлы убивали друг друга еще до того, как появились драги. Все, что мы сделали, это поменяли одно сражение на другое. Теперь, когда не осталось драгов, с которыми можно воевать, мы воюем друг с другом. Этот вождь хотел убить меня, и он не первый. Десяток семейств в этом городе с радостью бы заняли мой трон. Эти бандиты нападали на купцов к северу и югу от города, почти задушив торговлю. Дела у них шли неплохо, хотя он отрицал это до последнего. Такой волк не прекращает кусаться, даже если ему отрезать голову. Он просто отращивает новую. Дела идут не лучшим образом, друг мой. Помоги мне завершить этот бой, и я отпущу тебя с двойной податью. Возьми любых нужных людей, они преданы, и можешь мне верить. Они будут ждать тебя на полигоне. Итак, какова ситуевина? Нам... Так, глава первая. Лишь только солнце остановилось. Когда вы покидаете тронный зал, к вам подходит человек. Его лицо вам знакомо, он переходит прямо к делу. Эйрик, распорядитель Стрэнда. Я заведую делами наместника. Убин, если не ошибаюсь. Ну, короче, я буду стараться играть достаточно хорошими героями, скажем так. Здесь нужна, наверное, доброта. Я не знаю, все-таки это не игра престолов. Ой, с другой стороны... Ну, не знаю, правда, не знаю. Ладно, нам нужны деньги в любом случае, мы же торговцы, в конце концов. Я пришел только за податью. Я уверен, что вы ее получите, а, возможно, и больше. Наместник сказал, что вы окажете нам помощь. Как? Когда вы убили вождя Скалфинга в тронном зале, все остальные бандиты разбежались. Наместник хочет удостовериться, что эти бандиты не вернутся. Он попросил, чтобы вы прогулялись со мной на портовый базар. Я знаю у одного человека, который скажет, есть ли нам о чем волноваться. Ладно, если нам обещают двойную подать, то почему бы и нет? Нам она может пригодиться. Так, ну-ка, меня интересует годность провианта на 100 дней. Круто! И настроение у всех просто отличное. Замечательно. Это у нас такая своеобразная мини-карта. Кто помнит игру герои? Герои меча и магии. Там тоже можно было выбирать места, но тут как бы немножко все по-другому. Хотя и есть нечто схожее. О, прикольно. Топают, топают. Ладно, давайте идем в маркет. На базар. Позволим мне действовать. Вы бредете между рядами домов и ветхих торговых палаток. Цветные полотна развиваются на соленом ветру. Завидев вас, один торговец бледнеет. Хат, я сегодня не в настроении. Для... для чего? Для того, чтобы общаться с идиотом. Час назад вождь скалфингов отправился к праотцам, Хат. А ты скажешь мне, куда попрятались все остальные, тогда ты останешься цел и невредим. Я не говорю с... Они не говорят со мной. Эрик, тебе помочь? Хат, я передумал. Я надеюсь, что ты будешь упрямствовать. Хат возится с какими-то грязными безделушками на столе. Он явно нервничает. Подождите, купите что-нибудь для отвода глаз, если они прознают, откуда я буду брать информацию. Дадите немного денег на еду, хорошо? Ну ладно, пускай так. Вы бросаете на стол немного серебра. Хат и Эрик смотрят на вас с удивлением. Хат кротко указывает на кучу безделушков, расположенных по прилавку. Бери что хочешь. Единственное, что мне нравится, это название этого места. В дворянине у восточной стены. По крайней мере, там было их место несколько месяцев назад. По взмаху руки Эрика хат убегает, таща свой немудренный скарб. Залежет на дно, пока все не утихнет, думаете вы. Ваш телохранитель выходит вперед. Мы здесь закончили? Давно у тебя этот зеленый костюм, Гунульф? Нет, купил его, пока вы тут разговаривали. Почему? Ты стал похож на лягушку. Все лучше, чем баклажан. Гунульф отходит посмотреть на другие прилавки. Эрик, этот человек, выражаясь мягко, не вызывает доверия. Слепой пес бы ходу не доверился, но он когда-то был скалфингом. Чтобы отсидеться, им нет смысла искать новые убежища, когда есть старые. Дворянин, это трактир? Насколько я знаю, назвали его так в шутку. Слушай, я знаю парня, который всегда готов порубить скалов. Я пойду найду его. Встретимся на месте. Так, с... Разве не нужно разработать план? Какая роскошь. Брось, ты сегодня уже побывал в ситуации посерьезнее. Ты только проследи, чтобы наместник не забыл о своем обещании. Двойная подать. Я ему напомню. Да, занимаемся мы этим только ради денег. В первую очередь, в данном мире у нас интересует только личная выгода. Ну что ж, отправляемся в дворянин. Медовый дом вообще, как бы написано. Мидхаус. Вы подходите к дому, должно быть, это и есть дворянин. Через несколько минут появляется Эрик с обветренным человеком, который представляется Вальгородом. Я покажу, где они, говорит Эрик через плечо. Готовы? Вы что, зайдете через парадную дверь? Они побежали в трактир, говорит Вальгород. Я удивлюсь, если они на ногах стоять смогут. Ладно, пошли. Вальгород открывает входную дверь таким сильным пинком, что ее уже не получится закрыть без ремонта. Когда вы входите в зал, Эрик стоит во главе стола, подняв топор. Застегнутые врасплох пьяные скалфинги бросаются за оружием, опрокидывая столы и кубки с медовухой. Я же говорю, это не совсем дворянин, это медовый дом. По большей части. Ну ладно. Давайте сражаться. Итак, у нас, значит, здесь сейчас будет битва. Ё-проста, слушайте, их счет до хрена. Особенно вот здесь вот их до хрена. Так, наш друг. Подождите. Сколько у тебя? 15 жизней и 7 брони. У этих чё? 7 жизней. Так, у этих ребят... У этих ребят, кстати... А так, такая, знаете ли... Ну я не знаю пока что. Ладно. Попробуем, конечно, нашего... Я пока еще плохо, потому что разбираюсь вот в этих всех хреновинах. Короче, я думаю, что сюда нужно отправить нашего телохранителя. Нас мы отправим... Куда? Нас мы отправим на вот этих двух. Тебя на вот этих двух. И тебя на вот этого. Да. Пожалуй, вот так сделаем. Готов к бою. Итак. Ну что ж. Давайте, наверное, не тянуть кота за пеньки. Подойдем. Нельзя им позволить делать первый удар, поэтому давайте сделаем это вместе... Да. Вместе с силой воли. Так. Чё делает каменная стена? Каменная стена блокирует 3 единицы урона с удара. Нет. Давай атаковать его. Так. У него 6 и 9. Мы сможем 4 у него единички отнять. Ну, давайте тогда пробьем его силу. Его жизни, я имею в виду. Можно, конечно, шарахнуть силой воли, но я пока не рискую. Хороший удар получился. Ёперс это. Это, смотри-ка, чё. Маньячила вообще. Так. Ну, с этим парнем мы, конечно, сюда сейчас не сможем подойти, поэтому... Давайте просто сделаем ход. Такс. Водушевление чё делает? Дает 2 единицы силы воли союзнику на любом расстоянии. Так, подождите. У нас вон там у нашего силы воли 7... Ээээ... Что? Я уже чё-то нифига не понимаю. Ладно. Ну, просто коли уж воодушевление мы можем сделать, то чё бы нет. Как раз наш друг потратил сейчас одну очку силы воли. Поэтому... А, мы должны сами потратить свою. Ну, тогда ладно, конец хода. Пока буду копить. Так, смотрите. Вот этот парниха вышел сюда, да? Хорошо. Тогда мы сможем сейчас его хорошенько долбануть. Да, с силой воли подойдём, раз есть такая возможность. Вот этого дурня давайте ему тоже... Сейчас долбанём его хорошенько. Вот так вот. Так, вот этот засранец выставил блок. Плохо. Очень плохо. Такс, а ты у нас... Чё можешь сделать? Ну, тебя тогда придётся отправлять вот сюда. Так, подождите. Вот их тут двое, а он там один. Я боюсь, что... Не, ну как бы их вот здесь двое. Короче, ладно, подойди сюда в таком случае. Ну и походу так, ураган я смогу сделать, нет? Не, не смогу. Я смогу его ударить? Не смогу. Тогда конец хода. Так, ну хорошо. Давайте добьём вот этого. Ага. То есть, не получится сейчас ему сделать такой сильный удар. Давайте пробивать его броню. И, пожалуй, в этот раз... Ну, наверное... Давайте вместе... Нет. Давайте одну силу воли потратим. Так, окей. Мне не нравится, что вот эти ребята тут встали, поэтому давайте сейчас переместимся сюда. Вот. И вот этого парня... Вот этого парня давайте ему что сделаем? Снесём немножечко жизней. Я думаю, вот ему сейчас можно вместе с силой боли долбануть хорошенько так. Так-с. Я предлагаю встать сюда, потому что потом мы переместим нашего друга сюда, и он хорошенько так ударит, прям, прям ударит. Хотя, с другой стороны... Так, секундочку. Вот расстановку, как бы правильно так сделать? Просто боюсь, если я сейчас встану сюда, наш герой вот этот потом заденет нас во время удара. Во время урагана. А ураган нам сейчас понадобится. Ладно, давайте подойдём вот сюда... Нет, мы сейчас отсюда не ударим никого. Подойдём... Ладно, в общем, подойдём сюда. Давай вот этого. Хорошенько пробьём ему сейчас броню. Так-с. А теперь вот ты? Ага. Вот как, значит. Блин, ну вот я говорю, мы сейчас нас заденем. Просто если сейчас будет ураган, видите, мы заденем своего напарника, а ударим только поэтому. Поэтому лучше... Слушайте, а давайте убьём его. У нас сейчас есть такая возможность. Один готов. Ещё и задели немножко. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Пока у нас всё с расстановкой более-менее хорошо идёт. Нормально так сражаемся. Так-с. Как вы понимаете, игра будет достаточно такая неторопливая. Так, давайте... Пробьём ему броню. И в этот раз, я думаю, можно ударить хорошо так по броне. Надеюсь, вы не оглохли. Очень такой звенящий звук сейчас был. Ой, да прям... Какой удар прям. Я ж прям испугался, а. Так, подожди. Давай, наверное, мы вот... Блин, куда ж мы подойдём-то? Давай мы отойдём сюда, наверное. Вот. И ударим вот этого паренька. Да, его надо очень хорошо так сейчас ударить, потому что у него брони дофига. Из жизни. Так, тихо. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, теперь ты у нас, чувачелла. Блин. Ему бы жизни снести, но... Ладно. Лучше жизни. Сейчас без дополнительных силоволи. Вот так. Сделаем. Так, а я могу тебя сейчас добить силы и воли? Нет. Жалко. Но, думаю, семёрочку тебе снести очко в жизни можно. Ух ты, смотри-ка, что сделал. Хитрый какой, а. Так, ну давайте мы уже добьём его, наконец. Так, открыто достижение, рейдмастер. Отлично. Стоять! Тихо, чё делаешь? Чё делаешь? Эй, чё делаешь? Такс. Как мы его ударим? Давайте хорошо ударим его. Тихо, 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 тихо. Так, кого добьём-то? Давайте. Блин, вот если я туда встану, я боюсь, что я его не задену. Подождите. А какая вообще у меня может быть атака? На какие расстояния? То есть, если я... Блин, по диагонали не получится. Не, а. Это только если... Давайте тогда вот этому снесём. А, плохо, очень плохо будет. Не снесём нормально. Давайте вот добивать этих. Говорил, копить буду силу воли. Ага, нифига. Так, стоп. Ты не умер, я надеюсь? Всё окей. Такс. Я бы мог сейчас хорошенько долбануть. Просто я боюсь долбануть по-своему же. Ладно, давайте, наверное... Ня, не выйдет. У тебя с другой стороны... Да и пробивать броню тоже будет тяжело. Давайте этого убьём, наконец, уже. Чем их меньше, тем меньше проблем. Так, у нас повышение произошло. У нас всё-таки здесь элементы RPG. Так, смотрите, они его окружили. Это очень плохо. Давайте-ка их теперь... Так, а чё с этим парнем? Я думаю, надо подойти сюда и начинать уже вот этих ребят изничтожать. Слушайте, друзья, в общем, давайте мы... У нас будут всегда серии... У нас не получится доигрывать каждую партию до конца серии. Иначе у нас они слишком огромные будут получаться. Поэтому давайте на этом моменте мы остановимся и продолжим эту битву в следующий раз. Потому что битвы тут могут быть очень большие, а то и несколькочасовые. Да, есть такая особенность. В общем, я надеюсь, что вам понравилось это вступление. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Артём. Всем всего хорошего. Пока.